Всем привет! Очередной ремонт цепочки. Чужолый, сложный, легкий, простой ремонт цепочки. Цепочка маленькая, тоненькая, звенья мелкие. Цепочка порвалась и нужно ее отремонтировать. Где цепочка порвалась, там будем делать пайку. Разрезать звенья и соединять звенья не будем. Произведем пайку внахлёст. Тоненькая цепочка, очень маленькие звенья. Смысла нету здесь. Разрезать звено, соединять. Смысла нету в том, чтобы распаивать ушко или разрезать ушко. И соединять. Здесь видно, что есть такой кусочек старого звена. Вот видно, что здесь осталось старое звено. Сделаем нахлёст. Вот так наложим звено на звено. И запаяем. Царапаться оно не будет, потому как здесь высокий бортик. Приступим к пайке. Сейчас хорошенечко нужно отплицать на пару раз. Желательно ещё отбелить. Это ушко, чтобы было чистенькое. Чтобы грязь не мешала пайке. Сейчас отжег грязь, которая была здесь, выгорело. И вотбел. Так вот сейчас прокипятил. Лимонка зелёная уже. Не менял давно. Но тем не менее, она ещё работает. Заново плюсую. Повторно хорошенечко. Сейчас нужно спозиционировать. Так, чтобы хорошенечко улеглась цепочка звеньями на вот этот вот оставшийся кончик. И запаяю. Начинаем паять. Нежно-нежно сейчас нужно прогреть аккуратненько. Так, и положу кусочек припоя. И начинаю прогревать. Больше прогреваю ушко, и меньше прогреваю цепочку. Потому как здесь тела много, его надо дольше прогревать. А звенья очень тоненькие. И возможно такое, что могут сгореть. Так, ещё чуть-чуть. Наложим приточку на всякий пожарный случай. Лишним не будет. Но зато будет достаточно припоя, чтобы запаялась нормально, качественно. Вот так прогрели. Вроде бы... Вроде припаялась. Да, вполне припаялась. Отлично. Ну а сейчас нужно снова отбелить хорошенько. Пару минуток покипятилось. Вот. И сейчас вытаскиваю из лимонки и мою в воде. Всё, этого достаточно. Сейчас подсушу. Посмотрю, что получилось. И возможно, может быть, чуть-чуть где-то что-то ещё подработаем. А теперь нужно пройти здесь латунной щёточкой. Вот такой вот карцовочкой. Немножечко придадим Вместе пайке Блеска металла. Потому что здесь Сама цепочка, как видите, Отличается цветом. Такая более жёлтая. А после пайки Сейчас металл стал Такого вот красного цвета. Поэтому Сейчас вот так пройдёмся Латунной щёткой. Немножечко Придадим Такого более яркого цвета Металлу. Ну что ж, давайте посмотрим. Так вот, место пайки Вот видно, что вот прям вот кончик зацепленный. Вот раз, два. Ушко такое было, я его даже трогать не буду. Не перегибать, не выгибать, как есть, так есть. То, что сейчас цепочка вот здесь вот имеет неровность, Это из-за того, что вот цепочка кручёная. Вот видите. Вот так цепочка ровно, а если его, если цепочку перекручивать, то она имеет неровности. Ну, собственно, вот и всё. Ремонт цепочки завершён. Итак, друзья, вот сейчас вы познакомились, как делать ремонт цепочек вот таких вот тоненьких. Ремонт таких цепочек, вот пайка внахлёст, без разбора звеньев, без распила ушка и в последующем соединении как звеньев, так и ушка. Просто выполнил пайку внахлёст, таким путём, что вот цепочка не царапается, вот за шею кусать не будет, всё гладенько, всё вровень, так скажем, заподлицо. Кончик припаялся ровненько. Собственно говоря, такой ремонт. Такой ремонт целесообразней, чем раскусывать звено, соединять звено, потом делать пайку. В этом случае, возможно, на таких маленьких цепочках, как двойное спаивание звеньев, потом это снова нужно будет выкусывать, убирать звенья спаянные и производить заново работу. Отсюда и название ролика «Тяжёлый, сложный, лёгкий, простой ремонт цепочки». Потому как есть выбор, как ремонтировать цепочки, либо пойти по тяжёлому пути, либо пойти по лёгкому пути. И тот, и тот имеет право на реализацию, выбирать вам. Но в этом случае я выбрал такой способ ремонта. А на этом всё. Кому видос понравился, ставьте своё одобрение. И да, ребята, нажимайте колокольчик, оповещение, чтобы вы всегда были оповещены о новых роликах. На этом всё. Всем пока. Счастливо. Продолжение следует...